В рамках программы «Большие кастроли», в которой мы в этом году участвуем, и в этом году мы решили, что с Липецким театром обменяемся своими спектаклями, познакомимся с еще одним театром, и наш город тоже познакомится еще с одним театром. То есть это вы решаете? С какими городами подменяетесь? Ну, подаются заявки, мы предварительно созваниваемся, договариваемся, решаем, какие спектакли, чтобы были они разные, чтобы у нас не было в репертуаре такого спектакля. Потрясены приемом, городом удивлены, в очень хорошем смысле. А то, что мы увидели здесь, в первый же день утром, после сказки, вчерашней, вот эти традиции, которые мы непременно, если можно, позаимствуем, убеганием детей, с шоколадками, с фото-зоной, это тоже на нас произвело мощное впечатление, конечно, и мы с этим впечатлением уедем отсюда и будем долго его хранить. Дело в том, что у нас театр тоже, может, даже в более сложном положении, чем ваш, потому что тут, я так понял, что тоже помещение не совсем ваше, а у нас мы делим вообще дни с ДК, и мы поэтому играем спектакли достаточно редко, в репертуаре их много, но играются редко. Мы решили сделать уклон в музыкальном направлении. У нас есть и заслуженные артисты, у нас есть и народные артисты, у нас сейчас в Липецкой области введено еще звание заслуженный артист Липецкой области, то есть вот можно как-то уже делать оценку и работать молодых актеров. Пришли очень интересные вот молодые, красивые актеры. У нас одно из условий – это вокал и хореографическая школа. Это является неотъемлемой частью наших музыкальных спектаклей. Когда мы берем актеров, принимаем в труппу, мы на это обращаем очень большое внимание. Все поют живым голосом. Мы создались в 2000 году, но приблизительно у нас как-то судьба, наверное, с вами схожа, поэтому, наверное, мы нашли друг друга. И вообще в наше такое непростое время вот эта программа «Большие гастроли», она очень помогает театрам обменяться, можно так сказать, кровью. И мы как бы выступаем всегда за это театральное пространство без границ. И когда есть федеральный центр, который помогает в этом деле, он помогает взять на себя часть обязательства, и, конечно же, театрам лучше. И мы уже не первый раз участвуем в этой программе. Мы по этой программе ездили в Выборг, то же самое. Но это очень театрам, особенно вот таким не очень большим, с не очень большим финансированием, очень помогает обмениваться нашими театральными постановками и чувствовать себя в этом едином театральном пространстве. В каждом городе есть своя атмосфера и свой зритель. Каждый принимает по-своему спектакли. И здесь так тепло. Нас вчера очень долго не отпускали после вечернего спектакля. Кричали «Молодцы! Браво!» — это было очень приятно. Завалили конфетами на сказках. Это потрясающе, это очень удивительно. Ну да, такого с нами точно никогда не было. И, как говорится в сказке, и не будет. Возможно. Мы вернёмся и будет. Мы очень хотим вернуться. Я уже как бы говорил Галине Ванне и Геннадию Владимировичу о том, что нам надо вернуться в этот город. И в этот театр и привести какие-то ещё спектакли. Потому что здесь интересно. Нас приняли очень тепло. Нам дарят такие незабываемые эмоции. То есть во время спектакля. Вот мы сейчас. Сегодня я был на сказке внутри. И дети, которые сидят, они прям ждут, ждут каждый момент. И сидят тихо, и слушают тебя внимательно. И что бы ты ни говорил, что бы ни происходило, они всегда в тебе, они всегда с тобой. Устраивать диалог со зрителем – это и есть одна из сторон спектакля. Но в целом я вот хочу особо, огромное спасибо сказать руководству театра за то, что они в таких трудных условиях, я понимаю, город небольшой, прокатность должна быть в спектакле достаточно высокая, чтобы выплыть. За то, что они воспитали вот такого вот зрителя. Это просто дорогого стоит. Это не, поверьте, не в каждом городе происходит. Нам здесь все очень понравилось, и мы очень рады, что мы еще один город внесли в свою театральную карту. А вот наша труппа поедет к вам. Ей чего ждать от вашего зрителя. Вы у них спросите, мы же не можем как-то. У нас очень хорошие, мы вам потом расскажем. У нас очень доброжелательные зрители. Они всегда с удовольствием приходят на все премьеры. Вот сейчас мы уехали к вам, а на нашей площадке сейчас работает театр «Свободное пространство» из Орла. И вот мы с ними все время на связи. Там идут аншлаги, там их всех принимают. То есть все хорошо. И вас тоже ждут. Уже наши билеты, театр уже продаются, уже покупаются. И уже народ у нас очень любит. У нас очень хорошие, воспитанные зрители.